Рыбаки сейчас вышли попробовать, как обстоят дела с клевом. У многих из них есть хорошие снасти, однако об оборудовании, которое поможет спасти им жизни, многие напрочь забыли. Хотя именно сейчас лед является наиболее тонким, безопаснее на нем пребывать глубокой зимой, когда толщина чистого льда составит более 7 сантиметров. Сотрудники МЧС провели рейд вблизи села Шумыш. На ледяной глади озера, как горох, рассыпались рыбаки. Каждому из них спасатели уделили внимание. Они вручили мужчинам памятки и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. ГИМС МЧС России по Рязанской области рекомендует любителям подлёдного лова рыбы брать с собой элементарные средства спасения. К таким относится верёвка с грузом не менее 5 метров, чтобы в случае провала под лёд можно было кинуть человеку или человеку также бросить её терпящему бедствию на льду. Если же всё-таки вы провалились под лёд и у вас нет с собой средств спасения, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Нужно раскинуть руки в стороны и спиной пытаясь вылезти на лёд. После чего откатиться с данного места, где произошёл провал. После происшествия необходимо сразу же вызвать скорую помощь или обратиться в службу спасения. Сотрудники МЧС обратили большое внимание рыбаков на необходимость всегда быть бдительными, смотреть по сторонам. Ведь беда может приключиться и с окружающими, которым потребуется экстренная помощь. Кроме того, спасатели попросили внимательнее присматривать за детьми, поскольку юное поколение так же часто, как и рыбаки, попадают в непростые ситуации зимой на воде. Более того, всех телезрителей просим провести с детьми профилактические беседы об опасности выхода на лёд. Зимой девочкам и мальчикам лучше подальше держаться от водоёмов. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».